Здравствуйте! Эфир телеканала ПЭС продолжает специальный выпуск информационной программы Автограф дня в студии Елена Матвеева. Кулойский холодомор, именно так жители поселка Кулой Вельского района окрестили сложившуюся в первые дни нового года ситуацию с отоплением в их домах. Точнее, с его отсутствием. В Кулой, население которого составляет более 5000 человек из-за низкого качества и недостаточного количества угля, снижена температура теплоносителя. Люди буквально замерзают в собственных квартирах. За первые 10 дней нового года проблемы с отоплением возникли сразу в нескольких населенных пунктах Конышского, Нядамского и Вельского районов. Но самая тяжелая ситуация сложилась в Кулуе. В разгар лютых морозов на собственных квадратных метрах жители Кулой ведут активное обсуждение в социальных сетях, кто виноват и что делать. В большинстве квартир температура ниже нормы, жители сидят на электрических обогревателях. Возникает логичный вопрос, как кулойская администрация проверяла готовность ООО Кулой ЖКХ к отопительному сезону. Мы изучили страницу поселка Кулой в одной из популярных социальных сетей. Дубак, Холодомор, ЧС. Так жители Кулой называют холод в своих квартирах. Поставка угля в местную котельную. Вот новость номер один. Был сегодня свидетелем. На Гагарина в котельную привезли целую машину угля. Аллилуйя! Зато руководители в тепле сидят. Что это машина дров? Два котла на угле, а три на дровах. Так такая температура в квартирах и будет. Ну теперь заживем. Как в блокадном Ленинграде? Позор! В квартирах кулойцев, по их словам, температура не превышает 18 градусов. А вот так кулойцы поздравляли друг друга с Рождеством. Еще дров подвезли. Ура! С Рождеством! 10 января в местном ДК прошла встреча с представителями власти. А вчера на странице появилась вот эта фотография. На сегодняшнее утро запас топлива на котельной номер 3 выглядит так. Венчает же страницу опрос, который запустили сами кулойцы. Кто виноват в кулойском Холодоморе? Среди предложенных вариантов ответов. Виноваты машинисты котельных, неправильно топят. Виноват новый назначенный глава администрации, который не справился со своими обязанностями в первую же зиму. Виновата теплоснабжающая организация, не сделавшая нормативный запас топлива. Виновата изношенное оборудование и гнилые теплотрассы. И еще шесть вариантов ответов. Большинство же кулойцев отвечает на вопрос однозначно. Я за все перечисленные варианты. Сложившуюся в кулой ситуацию прокомментировала депутат Государственной Думы Елена Втарыгина. Сейчас она находится в поселке. Ситуация стабилизировалась. Топливо поступает в ежедневном режиме. Работает кулой с колес. Но, тем не менее, каждый день поступает в каждые три часа. Температура в домах сегодня 16, 17, 18. В школах, детских садах по-разному. Разные школы, разный температурный режим. Все котельные были подготовлены к зиме. Это на самом деле так. Все сети, котельные были подготовлены к зиме. Все котлы работали. Сама-то ситуация служит за того, что перестался отгружать уголь якобы из аварийной ситуации на шахте. Была эта аварийная ситуация. Никто документов не представил. Ну, я думаю, что прокуратура все представила. Поэтому версия такая была, по крайней мере, что перестался отгружать со 2 декабря. Очень благодарна людям, которые работают в кочегарках. Мороз у нас было 35 градусов. Стоял несколько дней. И люди, конечно, просто технически трудом поднимали, держали температуру. Держали, не поднимали, держали. Потому что я видела запас топлива, который был меньше суток. Им нужно было просто совсем не разнообразить поселок. Такой мороз. Можете там кололить, дрова, чурки неподъемные вообще. Я просто, говорю, каждому поклонилась в пользу. Они спасли Кулой. Чигары, простые люди. Пока не будут серьезные поставки угля, так и будем с колеса работать. Я думаю, что еще в течение дней 10 будет такая ситуация. Сейчас в поселковой администрации проходит рабочее совещание руководства поселка с представителями регионального министерства ТЭК и ЖКХ. За несколько минут до его начала о текущем положении дел в нашей программе рассказал глава муниципального образования Кулойска Олег Попов. После того, как мост восстановили, немножко сбой произошла графика поставки ООО «Инта-Уголь». Температуру подняли сейчас. Единственная причина, то, что у нас 2-го числа температурный режим стал падать в этом жилом фонде, это то, что наш поставщик, который мы нашли, это верховая, сверховая же, он поставил нам просто дрова, того качества просто. Была поставлена осина, полусыра осина. В результате чего, плюс морозы, плюс новогодние праздники, произошло снижение температурного режима. На данный момент сразу же был произведен поезд других поставщиков. Сейчас уголь, корова сухие, температуру в жилом фонде нагнали. При этом нами начало учебного года и общеобразовательных учреждений и школах в Сварове не было. Температурный баланс был поддержан. Даже отмены учебного процесса, от младших, начальных классов, нет, такого не было. И накануне стало известно о том, что прокурорам Вельского района в суд направлено исковое заявление об обязании администрации муниципального образования Кулойска, цитата, организовать надлежащее теплоснабжение на территории муниципального образования и обязании ООО Кулой ЖКХ создать на котельных нормативный запас топлива. Сейчас решается вопрос о направлении материалов прокурорской проверки в следственные органы для уголовного преследования виновных лиц. Ситуация с теплоснабжением поселка Кулой находится на контроле в региональной прокуратуре. Наша редакция продолжит следить за развитием событий в Кулой. Подробности в итоговом выпуске новостей в 19 часов 25 минут на телеканале ТВ-Центр. До свидания.